Микроэлектроника 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 На такой пластине может размечаться до сотни тысяч чипов. Кристалл готов. Но все ли работает правильно, покажет электрическое тестирование. Доля рабочих чипов на пластине составляет не менее 97%. Раньше успеху радовались и при пятилисте. Пластины с микрочипами разделят алмазными дисками. Каждый чип упакуют в корпус, керамический прямоугольник с рядами штырьков на дне. И он отправится либо заказчику, либо на собственное производство. У каждого начнется своя интересная жизнь. Они научат знакомые нам приборы думать и приносить пользу. Далее вы увидите, что делают в России из полученных чипов, что ждет технологии в будущем. Здесь чипы превращаются в том числе и в транспортную карту. Существует ошибочное мнение, что это чуть ли не единственное изделие из возможной линейки продуктов, хотя только их произведено более двух миллиардов штук. Применение микросхем настолько разнообразно, что возвращаются они к нам не только в виде китайских игрушек, но и в другой электронике. Для России это и паспорта, и банковская карта, и доступ к госуслугам, и электронная подпись. То есть этим пользуются все. Использование чипа отечественного производства важно с точки зрения национальной безопасности и защищенности персональных данных граждан. Это линейка производства бесконтактных продуктов. Пропуска, билеты, чипметки, скифасы. Все они с радиоидентификационными антеннами. Чтобы приступить к их производству, готовая пластина попадает на этап бомпирования, нанесения золотых контактов в будущих микрочипах. Золото лучше электропроводник, к тому же оно не окисляется. После на диск наклеивается пленка. Крем не сошлифовывается до толщины 75 нанометров. Это и есть величина будущей подложки для транспортного кристалла. После резки отдельные кристаллы робот по одному вставляет в центр алюминиевые антенны в строго указанную точку оригинальной микросхемы без классического корпуса. Они будут передавать информацию датчикам-приемникам на расстоянии. На эту основу наклеят чип, он же готовый кристалл, сам интеллект, который в итоге окажется внутри бумажного билета. Лента проходит поштучное тестирование и сматывается в рулон, который затем разрезается. И даже в таком виде эта продукция имеет своих заказчиков, которые затем используют ее как сигнализатор для книжных магазинов или бутиков одежды. Ежемесячный заказ у предприятия на более чем 30 миллионов карт и билетов, которые собираются уже на этих конвейерах. Машины работают круглосуточно, и после соединения чипов с бумагой бланки разрезаются и попадают на индивидуальное программирование, где с помощью такого барабана записывается информация на чип, а затем упаковывается. Аналогичная система производства и биометрических загранпаспортов. Чип «Микрона» выиграл в открытой конкуренции у импортных аналогов по соотношению цена-качество, и «Гознак» уже закупил для начала более 3 миллионов кристаллов для вживления их в паспортные бланки. Гарантированный срок хранения информации на таких носителях 10 лет. Производственный цикл выпуска такого чипа составляет около 3 месяцев. Антенны различного радиуса действия – также российская идея. Помимо собственного отдела разработок, предприятие привлекло 20 дизайн-центров. С момента рождения продукта в голове до выпуска готового изделия может пройти более года. Сим-карты и чипы для банковских карт, а также другие персональные идентификаторы, работают по принципу контакта со считывающим устройством. Технология их производства немного отличается от бесконтактной. Кристалл соединяется сребряным клеем со специальной лентой. Контакты разводятся с золотой нитью толщиной 25 нанометров. Полученную микросхему герметизируют, чтобы защитить от повреждений. Затем лента разрезается и имплантируется в пластиковую страницу паспорта с новитой медной антенной. На предприятии производится более 500 видов микросхемы и полупроводниковых изделий, и это не предел. Ежедневно 1700 сотрудников думают над тем, как защитить от подделок наши документы и обезопасить финансовые расчеты, как сделать нашу жизнь проще и интереснее. Я думаю, что мир двигается к тому, что у каждого будут персональные компьютеры, персональные роботы, которые уже всю основную работу возьмут на себя. Возможно, в будущем вся информация о нас будет храниться вот в таком маленьком кристалле. Он расскажет о человеке больше, чем знает родная мама. Микросхемы совершенствуются каждые два года, и кто знает, что еще придумают инженеры. Микросхемы совершенствуются каждые два года.